Минус два дома из реестра проблемных объектов Ульяновской области. 48 участников долевого строительства жилого фонда по улице Красноармейской наконец-то вышли из статуса жертвой обмана. Дом номер 140 сдадут на следующей неделе. Напомним, проблемы с элитной многоэтажкой начались в 2014 году, когда застройщик обанкротился и оставил дольщиков на произвол судьбы. Дело с мертвой точки сдвинул фонд содействия обаннутым дольщикам, созданный в регионе по инициативе губернатора. Для этого была сформирована вся нормативная правовая база. У нас есть ульяновский принят закон 100ЗО, который позволяет достраивать проблемные объекты с привлечением инвестора и с участием регионального бюджета. Сейчас здание подключено ко всем инженерным сетям и готово на 99%. В октябре у дома были трудности с оформлением земли. Сегодня проблема решена, заверяет застройщик. Земля выделена сервитутом, то есть мы обеспечили тем самым пожарный проезд, обеспечили гостевую парковку, обеспечили контейнерную площадку. Но, к сожалению, работы немножко затянулись по всем юридическим вопросам, поэтому мы не успели сделать здесь благоустройство. Один процент невыполненных работ – это вентиляторы, предназначенные для системы дымоудаления. А вот подъездную дорогу, детскую площадку и зону для отдыха подрядчик обещал доделать весной. Прежде чем в квартиры въедут собственники, ознакомиться с условиями решил Сергей Морозов. Главу региона интересовала цена квартиры, то, в каком виде они придут владельцам. Губернатор оказался недоволен ни тем, ни другим. Еще сколько они будут делать. Поэтому вас послушать можно будет понять, что вы им чуть-чуть не шикарный подарок дарите, на самом деле. Нам это, конечно, смотреть. Если люди покупали с какой-то отделкой, а сегодня мы им сдаем в таком виде, то надо думать, как компенсировать это, помогать им это делать. Вопрос дачи многоквартирного дома номер 5 по улице Панорамной до сегодняшнего дня также находился на контроле правительства и профильного министерства. Многоэтажку должны были заселить еще в конце прошлого года. Однако из-за проблем с канализационно-насосной станцией объект перешел в ряды долгостроев. Для решения проблемы потребовался год. Для этого в бюджет Ульяновской области заложены деньги. И вот сегодня законодательное собрание принимает поправки в бюджет. И 14 миллионов, которые позволят привести эту канализационно-насосную станцию в нормативное состояние, принять стоки от этих новостроек. То есть они будут заложены и в первом квартале начнутся работы по ее реконструкции. Ключи от долгожданной квартиры собственники получат уже через несколько дней и обживаться начнут с начала года. Расположенный в центре микрорайона Юго-Западный новый строящийся жилой квартал – положительный пример плодотворной работы с дольщиками. Возводить жилой фонд начали в 2019 году. И пока все идет по графику. До номер 38 рассчитан на 160 квартир. По словам застройщика, первые жильцы заедут в него уже в начале следующего года. В целом квартал включает в себя три многоэтажки, а общая площадь участка – 6,5 гектаров. Жилье – комфорт класса. И все лучшее, что можно взять из Европы – это как раз комфорт, благоустройство. Мы здесь реализуем и называем все дома разными странами Европы. Микрорайон разделен на зоны, в каждой из которых есть свои арт-объекты, место для отдыха, спортплощадки. В выборе инфраструктуры квартала принимали непосредственно участие сами жители. Это круги интересов. В основном все люди отдают предпочтение прогулкам с семьей. Также еще был запрос, очень интересный нам показался, на отдых у фонтана. То есть люди хотят какую-то такую спокойную зону. Изюминкой микрорайона станет пешеходный бульвар, который будет начинаться от губернаторского лицея, проходить вдоль квартала до Александровского парка. Ринат Алиулова, Юрий Конихин. Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова